Здравствуйте дорогие друзья! Хочу с вами поговорить на тему как избавиться от конденсата. Пересмотрел много разных роликов на ютюбе, прочитал кучу способов, но все это было нерабочим. Вот он врезал я клапан на пластиковые окна, спасает только вот эту створку. Эта створка получается другая, она все равно конденсировала и если посмотреть то вот даже откос у меня ввалился. Гипсокартон с караедом он сырел, подоконники текут. Что еще хочу сказать. Постоянно конденсировал бачок унитаза, постоянно там были ручьи в углах дивана, за диванами, за шкафами скапливалась плесень, от которой не избавиться. Скотч на окна, как рекомендовал один из авторов ролика, был приклеен сюда, но это все равно никак не спасало ситуации. Что я только не пробовал. Хотел уже и решетки сюда вырезать, чтобы вот от батареи она как бы так осушала, но все это не работает. Гигрометр показывает, вот пожалуйста, это уровень влажности составляет на данный момент он 60 процентов. Уровень влажности 60 процентов это в принципе допустимо, но раньше у меня было 70 и выше почти до 80, а если ставилась сушилка с бельем, то тут просто тропики были. А вот он спаситель нас от избыточной влажности. Это ни в коем случае не реклама, просто я показываю это единственный прибор, я имею ввиду данного типа. Это осушитель воздуха. Реально он собирает огромное количество влаги, конденсата в резервуар свой из воздуха. Устройство какое? В виде чемоданчика такая вот коробочка. Здесь идут шторка, это вот кнопки управления, вентилятор, это повышение, повышение, уменьшение значений влажности, таймеры, время, индикация здесь происходит, включение и сушка одежды. Сушка одежды происходит моментально. И самое главное, что при использовании этого агрегата вся влажность на бочках унитаза, на окнах все исчезло. Раньше, когда на кухне кипел чайник, в окно можно было не смотреть, оно все было запотевшим. Сейчас этой проблемы нет. Вода собирается вот в этот резервуар. Если посмотреть, это индикатор. Вот здесь примерно сейчас вода. Я только что слил ее. Задняя стенка смотрите. Здесь идет фильтр. Каждые две недели желательно его пылесосить. Мелкая пыль забивает вот эту сетку. Снимается он очень легко. Вот таким макаром. И тут еще угольный какой-то фильтр. Его тоже я пылесошу. И так же все. Сюда можно подсоединять шланг и выливать собранную влагу. Она будет вытекать непосредственно в канализацию. Вот его технические характеристики. Рассчитан он на 50 квадратных метров. Данная жилплощадь составляет 51 квадратный метр. 59. В принципе его хватает. Стоит в прихожке и осушает все комнаты. Комната, кухня, туалет, ванна. Кстати, да, после покупки данного агрегата решилась проблема с запахом от полотенца. Раньше было невозможно из-за того, что очень высокая влажность. Устанавливаю примерно его на 15-20 сантиметров, как рекомендуется в инструкции. Но рекомендую к покупке, кто страдает повышенной влажности, незаменимая вещь. Все кулибинские советы, они не работают. Да, и самое важное, что простимулировало к данному приобретению, это частая болезненность ребенка респираторными заболеваниями. Бронхиты, ларингиты и все такое кашель. Лечение антибиотиками и противовирусными малоэффективное. То есть высокой влажности, споры грибков, плесени и все прочее. Это мы всем этим дышим. И поэтому это может быть причиной серьезных заболеваний. И бронхиальная астма, и хронические бронхиты, и пневмонии. И до более серьезных заболеваний. Что еще также хочу сказать. Данное устройство стирает воздух, то бишь чистит его. В нем устроен ионизатор, который заряжает воздух. Физики могут меня поправить. Отрицательными, положительными зарядами. И что способствует, значит, ионы воздуха становятся. И способствует, как говорят, осаждению пыли. Воздух становится чистым. Очень быстро способствует сушке белья. Если нет возможности, допустим, сушить где-то на улице, а используются сушилки раскладные в помещении. Очень хорошо. И причем сушит щадяще, не пересушивает белье. Также, что хочу сказать. Вот устройство. Это аромакапсула. Аромакапсула. И за счет того, что потом воздух отсюда выходит, значит, запах распространяется. Но не использовал его. Значит, воздух идет отсюда теплый. Отсюда, как я вам показывал, вентилятор засасывает воздух. Чистит, стирает. Воздух, влажность. Конденсирует внутри, значит, осушителя и стекает, значит, вот в этот бачок. Вот. Как только бачок заполняется, пропищает индикация, что бачок полный. Вот. Устройство отключается. Вынимается бачок. Вот таким вот способом вытаскивается. Вот я вам сейчас покажу, сколько воды. Видите? Сразу вынимать не рекомендуется. Она сейчас течет. Вот видите? Это буквально за, наверное, час. Вот так это все дело собирается. Как только вода сливается, аппарат сам включается. Единственное, что включается сейчас вентилятор. Компрессор будет включаться через три минуты. Это в целях безопасности и чтобы прибор не испортился. Так что, вот он, стопроцентный избавитель от конденсата. Вот. Есть и другие модели. Ну, рассматривайте по своей квадратуре. Сэкономите. Хватит только на одну, допустим, комнату или на половину вашего помещения. Еще можно использовать сплит-системы. Но сплит-систему повесить в одном месте и чтобы она осушала все помещение. Это сложно. В любом случае, мне кажется, она будет как-то работать только на одну комнату. Да, кстати, устройство это достаточно энергоэффективно. Вот видите классность его. А вот, в принципе, то, что про него пишут. Если кому интересно, можете вот почитать, посмотреть. Так что, вот, мои вам советы. Не слушайте там в плане скотчей, клапанов, обклейки внутри унитаза какой-то там, я не знаю, пенопластовой штуковиной. То есть это все не работает. Я еще раз повторюсь. Вот осушитель воздуха Балу. Есть и другие фирмы. Смотрите. Желаю удачи!